всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня я хочу показать вам как я соединяю мотивы для скатерти которой я вижу кто давно на моем канале вы уже видели начало процесса а также мастер-класс кто впервые на моем канале я оставлю все ссылки под видео и так прежде чем мы приступим к соединению мотивов я хочу показать вам небольшое видео где эта вся лента из мотивов у меня лежит на столе чтобы вам было более понятно вот для начала я хотела бы вам показать как эти мотивы смотрятся на столе я специально положила эти мотивы все на стол и как я уже говорила что у меня будет скатерть которая будет состоять в длину вот так из четырех мотивов а в ширину будет три мотива ну так как пока это все в работе я пока показываю вам соединение мотивов и хочу вам кое-что объяснить вот смотрите я разложила четыре мотива три мотива я уже соединила между собой 4 мы будем сейчас к третьему присоединять вместе с вами и вот посмотрите пожалуйста сначала я взяла нить и взяла крючок номер два с половиной такой же номер крючка каким я и вязала сам мотив и сделала здесь соединение и я ну засомневалась почему во первых посмотрите само соединение оно получилось гораздо больше и длиннее чем вот сами мотивы понимаете вот посмотрите пожалуйста как это выглядит да то есть это заметно что начался в углу вот мотивы они начали вытягиваться тогда я сменила я не стала распускать конечно я это распущу и переделаю но сейчас я не стала распускать чтобы показать вам для сравнения вот у меня соединение выполнено крючком номер два с половиной дальше я взяла крючок номер два двадцать пять и сделала следующее соединение и вот это соединение мне понравилось гораздо больше как вы видите оно лежит гораздо ровнее оно точно такое же вот по длине как сам мотив то есть оно не вытягивает здесь концы ничего лежит ровно аккуратно и таким же точно соединением вот когда у меня будет вся вот вот эта лента четыре мотива вот раз два три четыре это первая лента когда у меня будет наверху вторая лента из четырех мотивов я эти две ленты вот по всей длине вот здесь я буду соединять точно также но сначала я соединяю именно коротенькие мотивы вот так 4 мотива 1 лента потом будет 4 мотива 2 лента и 4 мотива 3 лента и потом я уже их буду вот здесь вот так же точно вот таким же соединением соединять и потом я точно также сделаю по всему периметру скатерти обвязку и только потом я уже буду ой извиняюсь камера шатается и только потом я уже буду делать кайму но вот пока на данный момент вот смотрится вот так да по моему очень даже хорошо но мне лично очень нравится естественно это все еще не выстирана это все еще не как говорится не приняла свою нужную форму потому что скатерть не готова я только частично как бы сказать так слегка отпаривала эти мотивы чтобы они приняли одинаковую форму чтобы я видела что они все эти мотивы одинаковой формы чтобы не получилось что допустим где-то может быть плотность вязания отличается да в каких-то рядах и если я просто буду вязать и не отпаривать эти мотивы чтобы не получилось так что у меня один мотив изначально там как-то меньше другой как-то больше то есть я их слегка отпарила чтобы они вот все были одинаковой формы и мне было легче с ними работать и легче их сшивать но потом когда скатерть уже полностью вся будет естественно готова тогда уже конечно я буду полностью всю скатерть стирать и вот как вы видите я специально оставляю вот такие вот длинные хвостики чтобы потом эти хвостики продеть в ушко иглы и аккуратно подшить зашить и хорошо 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 спрятать этот кончик чтобы он уже точно нигде не вылез ну а теперь давайте приступим к соединению мотива самое главное хочу сказать за мотивы значит как вы знаете уже вязала я из стопроцентного хлопка эти мотивы сейчас вы увидите фотографии этой пряжи у меня в наличии 12 мотков этой пряжи и один моток уходит полностью на один мотив у меня это получается размер 35 на 35 вязала я мотив крючком номер два с половиной так как у меня в наличии 12 мотков то у меня получится ровно 12 мотивов и на соединение скатерти извиняюсь на соединение этих мотивов а также на обвязку всей скатерти и еще на обвязку каймы у меня такой же точно пряжи соответственно уже нет то есть мне ее не хватит так как все ушло только на мотивы поэтому я посмотрела у себя в своих закромах пряжу и нашла вот такой бобинный хлопок который я буду использовать для соединения мотивов а также потом для обвязки всей по периметру всей скатерти и для вязания каймы это стопроцентный хлопок вот так выглядит эта бобина даже не спрашивайте меня где я ее купила где я ее приобретала это было давно я не помню значит вот так это выглядит я показываю вам вот даже цена стоит не могу сказать или евро или дойч марки здесь вот посмотрите пожалуйста длина вот характеристика по рекомендуемому крючку здесь все обозначения по поводу ухода за этой пряжей или изделий из этой пряжи ну цвет вот понятно да и вот здесь кстати смотрите написано карштадт эссен то есть карштадт это магазин эссен это город возможно это из этого города и где я брала это я не может быть я на ebay это покупала я не помню таких у меня три бобины вот я взяла для соединения крючок номер 225 у меня почему я уже это объяснила тоже в видео в своем теперь когда я взяла эту ниточку вот одну она мне показалась ну чересчур такой мягонькой и тоненькой поэтому у меня еще в наличии была вот такая бобинка эта тоненькая ниточка это хлопок и вискоза я соединила эти две ниточки и по толщине вот теперь получилось самое то что нужно для вот такого размера крючка и теперь мы начнем соединение мотивов конечно же кто уже давно вяжет крючком конечно вы уже поняли что это за соединение у меня такое ничего совершенно сложного нет давайте я отложу и объясню так как схемы нет это вот из головы просто я такое соединение сделала поэтому объясню сейчас без схемы а потом свяжем с вами вместе и так я присоединила к углу одного мотива нить вот она видите я ее привязала и оставила специально длинная чтобы потом кончик значит спрятать далее я сделала 3 воздушные петли затем я сделала 3 накида и соседний уголок соседнего мотива я провязала столбик с двумя накидами далее я сделала две воздушные петли снова 2 накида и вот сюда в этот столбик я провязала один столбик с двумя накидами сделала еще два накида провязала столбик с двумя накидами вот в этот мотив вот в этот столбик далее сделала 2 воздушные петли 2 накида и провязала их вот сюда снова сделала 2 накида провязала в соседний мотив 2 воздушные петли 2 накида 2 накида сюда 2 воздушные петли 2 накида петли то есть я всегда делала столбик с двумя накидами в один мотив и в другой но после того как я сделала в правый мотив столбик с двумя накидами после этого я делала 2 воздушные петли столбик с двумя накидами столбик с двумя накидами после правого мотива вот после этого столбика 2 воздушные петли переход как бы наверх дальше до снова столбик с двумя накидами столбик с двумя накидами 2 воздушные петли то есть это как бы левый мотив это правый мотив можно так сказать или мотив номер один мотив номер два как вам будет угодно так и называйте и так давайте приступим для начала вот сюда в уголок нужно присоединить нить вот вот в этот в левый мотив вот здесь где уголок 5 воздушных петель в серединную петельку я присоединяю ниточку просто ее вот так протягиваю и просто оставляю длинный кончик и просто завязываю вы можете сделать по-другому не обязательно делать так как я просто мне так удобно я оставляю я делаю узелок оставляю длинный кончик потом иголкой это очень хорошо зашиваю и прячу сейчас конечно на камеру будет немножко неловко показывать но я постараюсь значит я делаю так я беру полностью вот этот мотив вот он и соединяю вот с этим мотивом то есть вот лицевая сторона одного мотива вот лицевая сторона другого мотива я их беру и складываю вместе вот так то есть это изнаночная сторона это изнаночная сторона и я их складываю вместе я понимаю что при вязании крючком как бы нет изнаночной лицевой стороны все вот эти столбики можно и так и так перевернуть но мне так легче ориентироваться просто вот это лицевая это лицевая тем более то вязание по кругу и я соединила две изнаночные стороны вот так вот теперь я вот так беру этот мотив мне так удобней вы уже поняли что это левый мотив это правый и я начинаю соединение специально положила черный фон чтобы не отсвечивала на белом столе и было лучше видно и так вот у меня присоединена ниточка и я делаю три воздушные петли подъема для начала 1 2 и 3 теперь я делаю 2 накида я беру теперь другой мотив вот этот мотив и сюда же в уголок вот 5 воздушных петель посередине в петельку я провязываю теперь столбик с двумя накидами соединяю так как я взяла теперь правый мотив и мне нужен переход я уже говорила после правого мотива нужно всегда делать переход и провязывать 2 воздушные петли провязала 2 накида теперь возвращаюсь снова вот к первому мотиву и делаю столбик вот сюда вот столбик с двумя накидами вот так снова делаю 2 накида и беру следующий мотив беру следующий столбик делаю в этот столбик столбик с двумя накидами и теперь провязываю снова 2 воздушные петли снова делаю 2 накида возвращаюсь к первому моему мотиву вот они у меня как бы сказать все время вот здесь я извиняюсь я так это сторону как-то ушла значит так дальше продолжаем снова столбик с двумя накидами снова делаю 2 накида но захватываю уже вот этот мотив снова делаю вот так и теперь провязываю 2 воздушные петли 2 накида захватываю снова вот передо мной 1 1 вот этот мотив вот неудобно на камеру немножко показывать девочки вы муж меня извините но я думаю что кто хочет тот поймет и разберется вот так получается видите соединение вот все время столбик туда и сюда туда и сюда мы возвращаемся сначала к этому мотиву потом переходим к этому снова к этому потом к этому теперь снова 2 накида беру следующий мотив и провязываю вот сюда с рядом столбик в соседней снова столбик с двумя накидами и делаю 2 воздушные петли снова возвращаюсь к вот этому мотиву снова 2 накида и провязываю столбик с двумя накидами снова делаю 2 накида захватываю теперь вот этот мотив и провязываю вот таким образом столбик с двумя накидами 2 воздушные петли теперь снова следующий столбик снова провязываю сюда же столбик с двумя накидами снова делаю 2 накида захватываю другой мотив и провязываю столбик с двумя накидами и делаю 2 воздушные петли вот так теперь опять беру этот мотив делаю 2 накида и провязываю вот сюда столбик с двумя накидами снова 2 накида и вы видите что вы здесь провязываю то есть вы не запутаетесь как-то не перепрыгнете если вы внимательно будете смотреть то вам сразу видно где вы уже провязали единственное не забывайте делать 2 воздушные петли иначе если вы 2 воздушные петли здесь делать не будете у вас слишком будет здесь стянуто вот это соединение так как здесь между вот этими вот столбиками тоже 2 воздушные петли теперь снова 2 накида опять беру вот этот первый мотив и делаю столбик с двумя накидами снова 2 накида и теперь вот в этот мотив провязываю снова делаю 2 воздушные петли то есть всегда от второго мотива я делаю всегда 2 воздушные петли от первого перехожу сразу во второй 2 накида и провязываю так далее вот сейчас сразу перехожу делаю 2 накида а теперь делаю 2 воздушные петли и потом 2 накида и возвращаюсь к первому мотиву и так вы делаете это соединение до самого конца вот смотрите и получается вот когда вы вот разворачиваете ваши мотивы раскладываете их на столе то вот получается вот такое соединение вот здесь и потом но естественно это все выстирается это все от париться и получается то же самое та же самая шахматка но здесь соединение уже более вытянутая потому что здесь у меня столбик с двумя накидами если вы них я это делаю специально понимаете чтобы моя скатерть не получилась маленькая я делаю специально такое увеличиваю в соединениях и мне это прибавляет вот здесь посмотрите где-то сантиметра 3 соединениях у меня прибавляется вы можете сделать только столбик с одним накидом тогда у вас получится вот такая же шашечка вот здесь вы соедините тем самым у вас получится более можно сказать такое ровное соединение у меня же соединение вот в этом месте я немножко увеличила потому что мне надо увеличить саму скатерть до за счет этого я делаю здесь столбик с двумя накидами когда вы будете вот в этом месте где у вас вот здесь провязаны столбики вот то вы точно так же будете делать в первый столбик столбик с двумя накидами потом вы будете два пропускать и в третий снова провязывать столбик с двумя накидами потом снова вы будете два пропускать и в последний будете делать столбик с двумя накидами И у вас тогда получится вот в этом месте вот так. Вот видите, у вас получится тогда вот так. То есть вы пропускаете, делаете в столбик, потом два пропускаете, сюда делаете, два пропускаете и делаете вот сюда. И у вас получается вот такое вязание. И также вы делаете вот здесь точно так же. Я уже не буду сейчас вязать до самого конца. Я надеюсь, что вы поняли, что я хотела вам показать, как я делаю соединение. Я думаю, что было понятно. Здесь ничего сложного нет. Просто вы захватываете оба мотива и начинаете вязать с этого мотива, переходя в этот. И потом постоянно туда-сюда вы переходите. И так вы вяжете до самого конца, до уголков. В уголках вы точно так же это все соединяете, так же, как было в самом начале. Точно так же вы делаете столбик с двумя накидами сюда. Далее столбик с двумя накидами сюда и все. И заканчиваете ваше вязание. Все. И потом можно так же соединить и эти ленты таким же образом. Ну вот, в принципе, и все мое такое нехитрое соединение. Как я уже сказала, вы можете соединить ваши мотивы как-то по-другому. Возможно, вы знаете какое-то другое соединение, которое вам больше нравится. Я думаю, что все было понятно. Ничего совершенно сложного нет. Если вы внимательно все посмотрите, внимательно все прослушаете, то вам все станет понятно. И вот в конечном итоге у вас получится вот такое красивое соединение мотивов. На этом я хочу свое видео закончить. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваше внимание, за ваши лайки. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, вдохновения, легких петелек. И до новых встреч!